В Иране будет запущена лицензированная майнинговая ферма на 6000 устройств. Министерство промышленности и торговли Ирана выдало очередную лицензию на запуск одной из крупнейших майнинговых ферм в стране турецкой компании iMiner. Как сообщает местное издание Tabnak, майнинговая ферма на 6000 устройств будет запущена в городе Семнан. При этом на текущий момент общее количество ASIC-майнеров в стране достигает 148 тысяч. Новая ферма сможет генерировать мощность в 96 тысяч терахэш в секунду. Инвестиции в создание майнинговой площадки оцениваются в 7,3 миллиона долларов США. Так что это будет одна из крупнейших майнинговых ферм в Иране. iMiner уже запустила офис в Тегеране, однако пока что он работает лишь для административных целей. В будущем планируется, что офисы в Тегеране и Семнане будут также работать для предоставления торговых и кастодиальных услуг гражданам Ирана. Лицензирование криптовалютных ферм было введено в Иране во второй половине 2019 года. И с тех пор Министерство промышленности страны выдало более тысячи таких лицензий. При этом власти Ирана предложили платить вознаграждения лицам, предоставившим данные о незаконной добыче криптовалют в стране. Telegram перенесла запуск блокчейна Тон на апрель 2021 года. Telegram во второй раз отложила запуск блокчейна Тон, перенеся его на апрель 2021 года. Инвесторы могут получить до 72% своих вложений обратно сейчас. Либо вернуть 110% инвестиций через год. Согласно направленному инвесторам письму, Telegram предлагает вернуть каждому инвестору до 72% первоначальных вложений. Эти условия аналогичны тем, которые были согласованы с покупателями токенов, когда компания первый раз перенесла запуск блокчейна на апрель 2020 года. Напомним, что в октябре прошлого года комиссия по ценным бумагам и биржам SEC США обвинила Telegram в незаконном проведении ICO на 1,7 млрд долларов США. Компания проиграла суд против SEC в марте этого года, когда судья Нью-Йорка поддержал позицию комиссии и заблокировал распределение токенов грамм. Telegram попыталась оспорить решение, однако в начале апреля суд отклонил просьбу компании о распределении токенов грамм инвесторам из других стран, не попадающих под действие законов о ценных бумагах США. В разосланном на этой неделе письме Telegram предложила еще один вариант для инвесторов, которые решили отказаться от возврата 72% своих вложений. Они могут одолжить свои инвестиции Telegram до апреля следующего года. В письме компания заявляет, «В знак благодарности за ваше доверие к ТОН мы также предлагаем вам альтернативный вариант получения 110% ваших первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года». Telegram заявила, что продолжает вести переговоры с соответствующими органами власти. В зависимости от хода переговоров инвесторы по-прежнему смогут получить грамм или другую криптовалюту на тех же условиях, что и в их первоначальных соглашениях о покупке. Если регуляторы продолжат блокировать запуск ТОН, Telegram погасит долг за счет собственного капитала. Ссылаясь на недавний рост числа пользователей Telegram до 400 миллионов в месяц, компания считает, что стоимость ее собственного капитала превысит совокупную сумму потенциального долга по этому предложению по крайней мере в несколько раз. Основатель платежного сервиса Quivi Сергей Солонин, инвестировавший в ТОН 17 миллионов долларов США, сказал, что это хорошая новость для инвесторов. «Условия действительно хорошие. Я думаю, что многие инвесторы предпочтут оставить свои деньги в Telegram», – отметил он. «Компания определенно владеет хорошим капиталом. И даже если в конечном итоге Telegram не разрешат выпускать грамм, я думаю, в течение этого года они смогут найти инвестора и выплатить деньги покупателям токенов». На прошлой неделе два управляющих фондами сообщили, что многие инвесторы, особенно венчурные фонды Кремниевой долины, предпочли бы, чтобы их подлежащие распределению токены были конвертированы в акции Telegram. Для некоторых венчурных компаний токены, по сути, были проводником, открывающим доступ к акционерному капиталу Telegram. WEF выпустил набор инструментов на блокчейне для цепочек поставок. Всемирный экономический форум выпустил набор инструментов на блокчейне Redesigning Trust, который поможет решить часть проблем в цепочках поставок. Согласно отчету Forbes, созданный WEF-инструментарий Redesigning Trust для развертывания блокчейнов должен помочь создать экосистему с минимальной функциональностью MVE для участников цепочки поставок, которая поможет автоматизировать их системы и перенести некоторые процессы в общий распределенный реестр. WEF объединил усилия с 80 ведущими фирмами и 20 правительствами для разработки инструментария на блокчейне, чтобы упростить для как можно большего числа компаний внедрение инновационных технологий, которые решат некоторые проблемы в отслеживании цепочек поставок. В публикации Forbes со ссылкой на знакомые с разработкой источники отмечается, что с 2018 года WEF изучал потенциал блокчейна для кардинального изменения устаревшей инфраструктуры цепочек поставок, перед тем, как выпустить инструменты Redesigning Trust. В сотрудничестве с компаниями и мировыми правительствами WEF изучал факторы, которые привели к разрушению существующих проектов на блокчейне. Аналитики использовали полученные данные для создания всеобъемлющего руководства, посвященного возможностям блокчейна в цепочках поставок и тому, как участники рынка могут заменить устаревшие системы на более современное решение. Руководитель проекта Надя Хьюит прокомментировала разработку и сказала, что если все пойдет по плану, проект обеспечит завершение и реализацию сотен доказательств концепции, которые потенциально могут повысить прозрачность и эффективность цепочек поставок. В частности, в новом наборе инструментов особое внимание уделяется экосистеме цепочек поставок продовольственного и энергетического сектора. Руководство описывает, как участники этих индустрий могут создать экосистему с минимальной функциональностью MVE на блокчейне для запуска поставок продовольствия. WEF отмечает, что MVE должна состоять как минимум из одного розничного продавца, оптового перерабатывающего завода, банка, распределительного центра, розничного перерабатывающего завода и регулятора. Участники MVE смогут обмениваться информацией в режиме реального времени, предвидеть нехватку товаров и определять точную температуру продуктов питания в каждой точке жизненного цикла цепочки поставок. Напомним, что в начале месяца WEF выпустил отчет, согласно которому блокчейн поможет решить проблемы в глобальных цепочках поставок, возникших из-за пандемии коронавируса. Ранее в этом месяце аналитики организации заявляли, что большинство блокчейнов не могут взаимодействовать между собой, поэтому технологию еще рано внедрять на корпоративном уровне. Экономический кризис привел к буму на рынке криптокастодиальных сервисов и кошельков. Рост биткоина и ухудшение ситуации в глобальной экономике вызвали повышенный интерес институциональных и индивидуальных инвесторов к решениям поставщиков услуг по хранению криптовалют. Комментарии участников индустрии приводит CoinDesk. Стартап Unchained Capital сообщил о росте объема переданных в хранилище средств в криптовалютах в 2,4 раза за январь-март относительно 4 квартала 2019 года. За это время сервисом решили воспользоваться несколько десятков институционалов, которые обслуживают интересы сотни состоятельных клиентов. Компания заканчивает работу над обновлением кошелька, который позволит сортировать данные неистраченных выходов транзакции UTXO, сократив тем самым объем информации о себе внешнему получателю даже при использовании публичного блокчейна. Советник проекта Кристофер Аллен отмечает, что в последнее время клиенты отдают предпочтение решениям, где в той или иной форме они сохраняют секретные ключи. В то же время он не видит четкой терминологии, которая разграничивала понятие кошелек и кастодиан. Кастодиан требует ключей, которые находятся под вашим контролем. Но это зависимость, если сервис способен в одностороннем порядке заблокировать восстановление, сказал Аллен. Советник Unchained Capital считает, что решение этой дилеммы может стать упрощение и стандартизация мультиподписи, что позволит инвестору иметь гибкость при выборе различных подходов и реализации и не концентрироваться на одном решении. Разработанная компания решения Walls распределяет контроль над криптовалютным кошельком между различными людьми, что может стать актуальным для корпораций и состоятельных семей. Рост спроса на услуги по хранению криптовалют прослеживается и среди частных инвесторов. В сравнении с обслуживанием крупных игроков этот сегмент рынка менее маржинальный, но растет с сопоставимой скоростью. Подобными наблюдениями поделился CEO криптовалютной платформы ShapeShift Eric Worhes. Недавно компания объявила о покупке израильского стартапа Portis, занимающегося разработкой одноименного некостендиального кошелька для хранения цифровых активов. Объясняя причины покупки, Эрик Worhes тогда заявил, что это позволит унифицировать кошелек с пользователями ShapeShift. Расширением функциональности кошельков занимается и производитель их аппаратных вариантов Ledger, спрос на которые также вырос. Генеральный директор стартапа Паскаль Готье пообещал, что пользователи смогут делать все сложные вещи с монетой непосредственно через приложение Ledger Life. «Мы видим рост числа скачиваний Ledger Life. В настоящее время наш основной доход поступает от продажи аппаратных кошельков, но бизнес-модель будет эволюционировать в сторону увеличения доли выручки от дополнительных услуг», – поделился планами Готье. И в Ledger, и в Unchained Capital пытаются понять, в каком направлении движется криптовалютная отрасль, чтобы выстроить правильную стратегию и обеспечить доходность для инвесторов. Так, по словам Готье, Ledger воздержался от приобретений стартапов, несмотря на наличие достаточного для экспансии объема свободных средств. В настоящий момент Unchained Capital полагается на потоки от подписок небольшого числа наиболее крупных клиентов на сервисы Walls, а также от займов с использованием кошельков с открытым исходным кодом. Доход ShapeShift формируется за счет реферальных ссылок в приложении и других сервисов. Опираются на модель подписок и в стартапе Касса, генеральный директор которой Ник Нойман отметил, что с начала марта база клиентов в компании увеличилась наполовину. Напомним, недавно Швейцарская ассоциация рынков капитала и технологий опубликовала стандарты хранения и управления цифровыми активами, направленные на разъяснение отличий от хранения традиционных активов и установление рекомендаций к кастодианам. Швейцарская ассоциация выпустила общие стандарты хранения криптовалют. Швейцарская ассоциация рынков и технологий CMTA выпустила общие индустриальные стандарты для компаний, предоставляющих кастодиальные услуги для цифровых активов. Генеральный секретарь CMTA Федор Паскряков, являющийся также партнером юридической фирмы Lens & Staling, рассказал, что разработанный документ стал первым шагом швейцарской финансовой индустрии в сторону определения общих стандартов по хранению и управлению цифровыми активами. Это очень поможет развитию инфраструктуры полностью цифрового рынка, включая интегрированные сервисы, хранения и вторичные торговые площадки. Преимущества перевода финансовой индустрии в цифровой вид таковы, что переход к децентрализованной инфраструктуре кажется мне неизбежным, сказал он. В документе подчеркивается, что хранение цифровых валют сильно отличается от хранения традиционных активов, которые обычно хранятся в централизованных системах без применения криптографии. Для хранения криптовалют необходимы гарантии, что децентрализованная инфраструктура хорошо продумана и не подвержена потерям, кражам и взлому. Также CMTE подчеркнула преимущество блокчейна для небольших и средних предприятий. С помощью технологий такие фирмы смогут выпускать и торговать цифровыми ценными бумагами на децентрализованных платформах, что избавит компании от необходимости в посредниках и предоставит доступ к новым рынкам. Отметим, что в феврале этого года в Швейцарии появился регулируемый филиал кастодиального сервиса BitGo. NASDAQ запускает платформу для цифровых активов на блокчейне Корда. Фондовая биржа NASDAQ заключила партнерское соглашение с R3 для запуска платформы цифровых активов на блокчейне Корда. Как заявляет руководитель направления цифровых активов NASDAQ Йохан Толл, участники рынка капитала теперь могут использовать Корда для выпуска, торговли, расчетов и хранения цифровых активов. Блокчейн Корда интегрирован с NASDAQ Financial Framework, которая подключена к ряду других сервисов на рынках капитала, включая механизмы сверки, наблюдения, обнаружения данных и отчетности. Отношения с R3 играют важную роль в разработке решений NASDAQ, которые поддерживают создание динамичных и надежных рынков цифровых активов, сказал Толл. Платформа Корда R3 разработана специально для жестко регулируемых инфраструктур, и она хорошо вписывается в нашу технологическую экосистему. В январе стало известно, что NASDAQ изучает возможности запуска фьючерсов на биткоин в партнерстве с неназванной фирмой. А в прошлом октябре биржа добавила индекс CIX 100 для 100 криптовалют. Кроме того, в сентябре NASDAQ запустила индекс индустрии децентрализованного финансирования в партнерстве с брокерской компанией Exante. Индекс DFIX включает информацию в режиме реального времени по нескольким криптовалютным проектам, в том числе Augur, Gnosis, ZeroX и MakerDAO. Блокчейн-компания Diginex планирует попасть в листинг NASDAQ после слияния с фирмой ATI Enterprises Acquisition Corp. Как недавно сообщило руководство компании, это может произойти уже в ближайшие месяцы. НБК привлек стартап SenseTime для ускоренного внедрения цифрового юаня. Институт исследований цифровой валюты при Народном банке Китая привлек гонконгский стартап SenseTime к проекту внедрения цифрового юаня. Учитывая, что SenseTime специализируется на искусственном интеллекте и имеет опыт работы с крупными китайскими компаниями Xiaomi, Huawei, Alibaba и Weibo, взаимодействие не только ускорит внедрение государственной криптовалюты китайского центробанка, но и будет способствовать использованию технологий ИИ в финансовой индустрии страны. Институт и SenseTime будут проводить дальнейшие совместные исследования, разрабатывать варианты применения цифрового юаня, а также будут детально прорабатывать вопросы, связанные с управлением рисками при работе финансовых организаций с государственным стейблкоином. При этом будут изучаться возможности внедрения искусственного интеллекта в финансовую сферу. Несмотря на кризис, Китай активно реализует инициативы, связанные с блокчейном и цифровым юанем. Тестирование интерфейса платежной системы государственной цифровой валюты началось еще в середине апреля. А недавно НБК заявил, что цифровой юань не вызовет инфляцию и не повлияет на коммерческие организации. Кроме того, на днях Китай запустил сервисную платформу на основе блокчейна, с помощью которой стартапам станет проще и экономичнее создавать свои приложения.